всем доброе утро я жду когда артемий скажет а я тут будешь говорить а я тут не будет вот артемий я сегодня пребываю в шикарном настроении потому что понимаете я записалась к врачам чтобы сходить к ним в первые три дня пока ребенок в садике чтобы успеть пока он не заболеет но я не успела потому что надо было записываться только на первые два дня потому что даже двух дней достаточно для того чтобы заболеть короче я просто тут головой об стенку пьюсь потому что звонить в клинику отменять прием у меня сегодня должно было быть узи невролог сдача анализов целый пакет все это переносить тренировка по роликам сегодня должна была быть у артеж и тоже отменяем и мне надо было на почту в магазин это тоже мы все отменяем и на выходных видимо макмарине в гости не поедем я обожаю это все блин за что два дня два дня целое лето солнышко свежий воздух витамин из куста и два блин дня и все мама да не знаю вечером поймем у него короче еще вишенка на торт сухой каши и все причем у него не ларингит а трахеид конкретный вот так вот он ночью проснулся короче плакал кашлял аж стошнил не убывает когда он ну сильно болеет когда стенозу и может от кашля вырвать но тут как бы просто вечером здоровый ребенок и потом посреди ночи такое и потом вся ночь была отвратно этом просыпалась каждые полчаса ну короче следила за ним он плакал во сне его успокаивала и вот вот кекси но температуры нет ничего больше нет но я его в сад не повела естественно потому что сейчас делают правильно сейчас признаками урви в садик нельзя поэтому мы остались дома у меня были вялые попытки найти кого-нибудь кто сможет с ним посидеть пока я к врачу схожу но увы чего я рад здесь остаться ты рад здесь остаться твоя мама в депрессию падет нет это конечно фигня и мелочи жизни ну блин два дня я хотя бы на три рассчитывала не столько из вас написали что благодаря тому что детей лучше контролирует ну что больных не водят в садик что у вас дети там вместо одной недели по два месяца в садик ходит я была полна надежд и ему там понравилось в этом году он там офигенно играет с детьми сейчас ему кайфово я такая все супер теперь я буду как нормальная мама которая и работает и себе время уделяет и с ребенком время проводит ты меня классно радуешь в садике давай ты выздоровеешь пойдешь снова меня радовать в садик чтоб я к доктору съездил один плюс есть в сегодняшней болезни это вот такая вот древная погода если бы артемий был здоров прямо сейчас я пошла на автобусную остановку но я сижу в теплом доме ребенок уснул я села работать а у нас так дует ветер что в ванной свист стоит вот сейчас не слышно я взяла камеру хотела заснять просто то есть там через эту вытяжку и вентиляцию так это слышно ураган короче на улице сегодня в общем артешки смотрят линтики а я решила приготовить традиционное осеннее блюдо шарботку вот и знаете чего разбила яйца в кастрюлю поскольку у меня мисек глубокий особо нету в том же чем я это делаю у меня же кухонный комбайн есть ну этот миксер планетарный я вообще за лето забыла привыкла уже руками потом думаю так стоп зачем мне венчик сейчас все за меня сделает машина так что сейчас буду готовить из наших дачных яблок как раз потому что мы с собой брали немного ну как немного там весь низ холодильник но это немного вкусняшка алишер как раз тоже спрашиваю когда я приготовлю буду радовать своих мужчин пара 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 вот такая шарлотка у меня получилось сейчас она остынет будем кушать чем мы занимаемся я уже 40 минут собираю артыши на игрушке вот трассу собираю которую он вчера разбирал потому что я хочу пропылесосить разобрала ему пылесос потому что он все время хочет сам пылесосить вот он его в таком виде таскает и значит это пылесосит помогает мне очень ему нравится пылесосить жалко что нельзя как нибудь сделать чтобы вообще без этой штуки было чтоб он мог сам а то вот такой хороший помощник у меня вырос я тоже в детстве любила пылесосить Рекса ждет пока пропылесосит и она сможет пойти на место Рекс Рекс ой какая ты хорошая собака такая красивая Рекса грустит что мы уехали с дачи а Кузьма наоборот радуется ты мне лапу даешь умничка дай Артёше лапу дай лапу дай лапу ну дай лапу хихихих хихихих можешь идти на место хочешь иди на место и кого бы не разрешили сейчас буду готовить кукурузу Алишера вчера принес таких три красивых початка буду их варить сейчас и еще Алишера попросила заехать в магазин вообще я должна была сегодня пошопиться но придется ехать ему за продуктами заедет а то у нас овощи и фрукты уже заканчивались все мы сидим и дегустируем кукурузу она такая сладкая вообще мне кажется я такого никогда не ела сладко? да что ты хвостик отрываешь? Артемий как всегда чуть что какая ниточка бери руку не хочешь где ниточка у тебя я расстроила Марину ой господи блин у меня шея не поворачивается уже я не знаю сколько времени я почти не могу до конца повернуть шею мне надо полный курс массаж я когда мне мама делала подожди я когда массаж делала ну вот на даче мама мне делала мне стало лучше после двух сеансов начала шея поворачиваться потом мы прекратили и опять вот это мой максимум понимаете по нормальному как человек поворачивает шею вот а тут я могу вот так и все и так уже несколько месяцев а времени 9 часов а Марина расстроила тем что я не приеду к ней на выходных из-за Артеша да? мы должны были с тобой ехать к Марине все планы у меня просто давай уже выздоравливай нет как мы же договаривались с Ариной готовить хреновину нет как нет хреновину нет почему потому что не готовить хреновину а лечо а джику я вон банки привезла крышки купила хрен у нас в холодильнике лежит а ты заболел как так то? как так ты? у меня настолько часто приходят уведомления не на телефон потому что у меня там ну в разных соцсетях мессенджерах почта и все такое постоянно мне пишут что я теперь когда сажусь работать за компьютер я ставлю телефон в спящий режим чтобы мне не приходили уведомления иначе я поняла что я вообще не могу работать то есть я каждые 2 минуты отвлекаюсь мне у меня когда кто-нибудь из родственников видит телефон они говорят а что это у тебя все время горит? а там ну за час там 40 сообщений так круглые сумки я говорю а тут нормально ничего особо важного доброе утро всем ночка была полубессонная Артемий кашлял но обошлось все без ингаляций вот проснулись я еле-еле встала в 7 утра Артемий уже такая мама вставай у меня глаза не открываются я такая вся подопухшая сделала сейчас массаж лица причем делала знаете сейчас все бьюти блогеры они делают интересно слушайте тут стоять вы стоите на этой на лампе видите она отражается извините что криво в общем все бьюти блогеры они делают массаж таким скребком специальным я посмотрела он стоит полтора тысячи на озоне вот но есть аналог этому скребку очень бюджетный те же самые движения по массажным линиям можно делать ложкой вот я сейчас 10 минут лицо разминала не могу сказать что у меня какой-то мгновенный эффект но вы видите я еще такая заспанная вот но при этом у меня сразу ощущение я не знаю я себя почувствовала бодрой вот после этого массажа такое ощущение что глаза открылись буду периодически теперь уже делать возрастом мягкой на самом деле уже надо вот потому что я по лицу все прекрасно вижу и вообще очень странно я смотрю на своих подружек и я на фотографиях вижу женщин то есть раньше мы такие девчонки были сейчас я их всех вижу как женщины думаю блин ну я же тоже такая обалдеть типа как бы все стареем и все такое ну то есть это очень непривычно когда ты 10 лет как замороженный был вообще лицо не менялось а потом начинаются какие-то признаки вот у меня сейчас такая пенка для умывания я ее просто обожаю от батавикас она очень классная она мне очень хорошо подходит я на даче пользовалась гелем другим брала маленькую бутылочку вот ну он не такой классный а вот это прям супер мягкая короче я рекомендую для тех у кого чувствительная кожа камера сфокусируйся на бутылочке чем я еще пользуюсь по-прежнему у меня вот этот вот дневной крем от фарма гелорион гелорион ненавижу это слово я никогда не научу его произносить тоже очень хороший по составу кожа приятна это я точно могу рекомендовать и что еще а ну тоник я показывала у меня вот этот вот корейский еще я пользуюсь вот это у меня идет как масло для всяких процедур вот типа того что я сейчас сделала это мы в Финляндии приобретали это на ферме органической косметики где мы были в Франзиле ну вы можете взять любое масло потом кто спрашивал у меня вот такая вот пенка это от черных точек для сужения пор ей надо пользоваться пару раз в неделю на проблемной зоне это я с Алиэкспресса заказываю то есть это китайская хорошая штука туда делаешь вообще суперски советские вот сначала моетесь распариваете лицо потом очищаете я чаще всего полосками или же вот у меня сто лет в обед ей скоро кончится такая корейская маска вот она очень хорошо убирает все из пор и затем вот этой штучкой и увлажняющим кремом сверху полируете и все будет чудесно вот ну и мицеллярка кстати здесь я в городе допользую вот эту вот от гарниер и после мицеллярки от ларош пазе она меня бесит потому что это самая хорошая из бюджетных она реально самая классная например мицеллярка от черного жемчуга она вообще ничего не снимает я не понимаю зачем ее сделали вот это снимает хорошо но мицеллярка от гарниер она снимает просто ой не от гарнира это от ларош пазе она снимает просто идеально а это на четверочку и в общем сейчас я ее допользовать чуть-чуть осталась и вернусь к своей ларош пазе потому что у меня еще полторы бутылочки вот такие вот у меня косметические приплуды сейчас пойду завтракать сегодня снова сидим дома чуть не унесло у нас ночью такой битрюган был жуткий просто у нас в Питере ураган был сегодня обещает его продолжение ну тем лучше для нас мы будем сегодня продолжать наводить порядок я не показываю потому что я просто не хочу читать боже что у тебя за срач потому что тут реально срач после того как мы приехали с дачи в плане того что целая гора вещей и вот я уже большую часть перестирала и у меня еще возникло несколько идей по оптимизации пространства ну там какие полочки еще что порядок на виду и дальше буду показывать вам как я какие-то мелочи переделываю чтобы сделать наше жилье чуть-чуть более удобным потому что конечно некоторые вещи не очень удобные в ванной например нужна обязательно новая корзина для игрушек потому что у Артемии игрушки хранятся вот в этой удочке которую нам кто-то из подписчиков присылал короче она уже вся порвалась она раньше тут висела на змеевике я хочу какую-нибудь красивую корзину чтобы опять же на змеевике ее подесить вот и тогда нам всем будет удобно да конечно через час эта конструкция отклеилась это вот как раз та самая штука на которой должны быть специи и я очень хочу ее сюда приделать позвоню Алишера попрошу пускай одолжит у кого-нибудь инструменты тогда чтобы мы прикрепили и что оно должно висеть здесь Артемий сейчас будет пылесосить я кормить животных по-русски по-русски не и висеть я не не но мы Субтитры делал DimaTorzok Артемий, нам наконец-то ее привезли. Спустя, я не знаю, сколько времени. Наконец-то приехала серебряная кнопка. И я, кстати, могу сказать, что она очень легкая по сравнению с той кнопкой, которую у нас на Зазеркале. Потому что ту я только двумя руками могу держать, а эту можно выдержать двумя пальцами. Ну что, вы готовы ее открывать, да? Итак, подзвуки отжимающей машинки. Будем скрипать нашу кнопочку. Я не знаю, куда я ее дену. Вообще, когда-то у нас был уговор с Мариной, что когда мне придет моя серебряная кнопка на мой канал, то серебряную кнопку за Зазеркале я отдам ей. Ну, по-моему, уже прошло столько времени, что Марина перегорела. И я сама даже уже эту кнопку и не ждала уже. Пропал-запал. Но, может, Марина и не перегорела. Тогда я отдам ей кнопку за Зазеркале. А себе оставлю ее и поставлю на то место для Зазеркания. Но мне всегда очень нравится, как у блогеров висит много-много кнопок, когда у них несколько каналов успешных. И вот целая стена с этими кнопками, мне кажется, это очень красиво и очень классно. Так, здесь у нас вот такая вот черная губка, письмо, где меня поздравляют с опозданием на несколько лет, с получением кнопки. Еще одно поздравление. И кнопка. Вау, да, она поменяла дизайн весьма конкретно. Серебряная. Я очень долго мучилась, как написать название канала, потому что пишется оно латиницей, отпечатывается на этих кнопках. У меня дневник Алисы и И в конце. Это просто взрыв для английского языка, поэтому я подумала-подумала и написала дневник Оф, Алиса. А это я не знаю, что. И вот так теперь выглядит серебряная кнопка. И вы прям можете себя увидеть где-то в отражении его. Вот такой вот дизайн. Оно действительно очень легкое, намного легче того, что было раньше. Так что, ха-ха-ха-ха. Можно сделать, знаете, это стоп-кадр для обложки. Может, так не слух? Я не знала, что это. Дай посмотрю. Это чтобы она не размокла. И вот нам показывают, как теперь выглядит серебряная, золотая и какая-то бриллиантовая, наверное, эта кнопка. Но до этого еще долго. Не трогай, а то она будет в отпечатках. Подожди, не нажимай. А вот для сравнения, эта кнопка, которую мы получили на зазеркале пару лет назад. То есть, видите, как она выглядит. Вообще поменяли. И она стала меньше и легче. Потому что вот это я легко держу. И это прям тяжко поднимать. Она у нас периодически падает. Она нам уже весь комод поцарапала. Кнопочки, кнопочки. Кто-то спрашивал, для чего эта кнопка мне вообще. Слушайте, ну это приятно. Это награда от Ютуба за то, что ты достиг 100 тысяч подписчиков. Это как, ну... Блин, ну награда за достижение. Так оно и есть. Следующая золотая. Она идет уже за миллион подписчиков. Там песок? Там, наверное, песок. Так что золотую я не знаю. Может, когда-нибудь за зеркалье получат. Но то, что мой личный канал получит золотую, в этом я сомневаюсь. Это я не знаю, что должно произойти. Это песок. Песок, да? Да, может, это песок. Вот так еще раз вам покажу поближе, как они выглядят. Такие вот две красотки. Артемий проснулся со второго сна. И сейчас он слушает аудиосказку. Мы открыли для себя аудиосказки. И это очень круто, потому что мне намного приятнее слушать их, чем слушать мультики. Потому что когда на мультике орут целый день, у меня голова взорвается. Аудиосказки они специально, чтобы слушать. И там без всяких этих... Очень приятно. Вот поэтому мы целый день и слушаем аудиосказки. И я сейчас развешу белье. Я теперь наконец-то готова вам показать комнату. Ну, друзья, вот это последняя... Предпоследняя стирка сушится. И сейчас вот я еще сюда повешу. И вот это все высохнет. И я это уберу. И у меня настанет красота. Вот это то, что стоит на подоконнике. Это к Марине. Либо же частично эти банки я сама заполню. Ну, в общем, этого не будет. Это на дачу. И вот это тоже. Это все на дачу. Это все постиранное. Кажется, что мало. Но это, блин, ребята, это дофига белья, честно. Это куртки наши. Короче, этот склад весь это потом тоже уберется. Так что я почти разгребла дом. И я просто невероятно рада, что я это сделала. Потому что столько часов было на это потрачено. Я люблю порядок. Осталось вот еще книжный шкаф. Порядок Артешин привезти. Я уже, смотрите, что сделала. Я убрала частично свои книги. Видите, их тут почти не осталось. Оставила те, которые я хочу прочитать. Они упорно будут устоять и глазолить. Мазолить мне глаза. Достала еще Артешины книги. Это те, которые надо будет убрать. И сюда я тоже выставлю еще Артешина книг. Короче, побольше. Потому что у нас их много. Мы хотим их читать. Я думаю, может, коробки куда-то вот эти. Может, я вниз их уберу. Ну, посмотрим. В общем, со шкафом нужно что-то сделать. Потому что у нас книжки не помещаются. У меня в духовке готовится пастила. Но что из нее получится, я покажу вам уже завтра. Потому что мы с Артешей отправляемся в кровать. Вот. Так что это будет интрига. Удалось мне приготовить пастилу или нет. Поэтому все, ребят. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...